Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Я начинаю новый влог. Сегодня 21 сентября 22, ровно 40 дней со дня смерти моей бабушки. Казалось бы, это произошло буквально вчера, а уже прошло 40 дней, представляете? У нас у мусульман на 40 дней проходят поминки, приходят все ее знакомые и так далее, помянуть бабушку. Поэтому там в деревне нужна моя помощь, плюс еще прилетает мой дядя, его нужно встретить. Мы сегодня, наверное, с братом поедем его встретим и уже оттуда направимся в деревню. Мама попросила привезти вот эту скатерть. В городе она как-то не в тему, в деревне можно. И еще вот эти вот тарелочки, ложки. Я, в общем, все это запакую аккуратненько, чтобы ничего не сломалось по дороге. И все в мою спортивную сумку. Беру вот эту митилярку от Faberlic, потому что она маленького объема. И, конечно же, свою любимую умывалку от Natura Kamchatka. Я точно не знаю, сколько дней я там буду. Хочу взять этот тон от Belle, потому что он самый легкий среди всех остальных. На дорогу поем-ка я йогурт, который остался в холодильнике. Обожаю йогурты, особенно эти. Позвонила брату, спросила, во сколько же мы выходим. Он сказал, через час. А я такой человек, я всегда все оставляю на последний момент, поэтому можно посидеть, покушать. Посмотрите, какой он густой. Обожаю этот йогурт. Очень вкусный. Я с собой взяла... Ммм, какой вкусный, реально. Я с собой взяла микрофон. Вдруг там будет свободная минутка времени, я сниму для вас мупанг. Хотя, наверное, будет выглядеть очень некрасиво, что на поминках я сижу с ним мупанги. Мы посмотрим, если получится, то засниму что-то. Микрофон на всякий случай взяла, зарядку взяла. Единственное, твикса придется оставить одного. Хотя я его могу к пербане отвезти, но ветеринар сказал, что ему категорически нельзя стресс. А там у них есть уже домашние животные. Кошки. Кошка и кот. Поэтому я думаю, лучше без стресса, пусть сидит дома, через день все равно я приеду. Вообще надо было что-то купить к похоронам. Я купила себе черное платье, но оно достаточно короткое, оно с длинным рукавом, и на улице очень жарко. Поэтому я, пожалуй, возьму с собой вот эту юбку и замиксую это все вот этим топом. Буду вот так вот. Потому что мне надо там помогать, и в короткой юбке мне будет неудобно. Ну все, мы мчимся. Два человека, которые вечно, всегда, везде опаздывают. Я сегодня хотела встать пораньше, столько дел было. Но встала поздно, как всегда ничего не успела. Но зато я купила вкусняшки на дорогу, которые мы будем ездить по дороге. Добрый утром, да? Да, добрый утром. Вроде как дядя уже прилетел. Мы встретили моего дядю. Я влог снимаю на себе. А, давай, ладно. Вот, и сейчас едем к двоюродной сестре, ее тоже навестить. А потом уже поедем в деревню. Возвращаясь к вам уже на следующий день. Так получилось, что вчера мы не поехали в деревню. А едем только сегодня. Остались у сестры. Переночевали. Я вам особо не снимала, потому что снимать было нечего. И сейчас уже мы потихоньку собираемся. Время рано утро и выезжаем в деревню. Сегодня как раз-таки тот день, когда 40 дней. Сейчас вот с дядей, с двоюродной сестрой, с ее семьей поедем. Уже все гости ушли. И мы собираем со столов все, что осталось. Здесь нужно помыть посуду, разложить по местам фрукты. Все-таки в городе ты не чувствуешь вот этой вот атмосферы. Когда приезжаешь в деревню, становится особенно грустно. Скучаешь по бабушке, думаешь, вот раньше. Она ходила здесь, постоянно делала нам замечания, что-то говорила. Сейчас был человек, нет человека. Это на самом деле очень грустно. Ходили мы также и на могилу к ней. Я не знаю, как это правильно называется по-русски. Наверное, молитвы. У нас это называется ясин. Когда бабушка была жива, она читала ясин для всех. Видите, как жизнь складывается. Раньше она читала для всех, а теперь читают для нее. Ясин это молитва, которая передается от нас, живых людей, для мертвого человека, так скажем. Как какой-то подарок. Или как правильно сказать, даже не знаю. Цель сегодня нашего визита на кладбище как раз таки была, чтобы молла прочитала ясин при нашем присутствии. Мы все стояли, молчали, слушали на протяжении этого всего. И вы знаете, смотря на эти могильные плиты, становится конкретно не по себе. Того, что людей, которых ты раньше видел по соседству, ты больше не увидишь. Видишь их фотографии на могильной плите и понимаешь, что всех нас в конце концов ждет одно и то же. Один конец. И от этого становится как-то не по себе. И аура на кладбище какая-то своеобразная. Там еще похоронен мой дядя, мой дедушка и еще наши родственники. Все на этом кладбище. От души постояли, поплакали. Теперь нужно все убирать. Не обращайте внимания на мой потрепанный вид. Дело в том, что мы очень много всего успели, очень много всего сделали. У нас как принято, приходят все где-то в 12 и где-то до 3. Все заканчивается, приходят люди, кушают, уходят. Затем мы идем на могилу. И оттуда тоже мы уже пришли, начали убирать все, что осталось. Раздавать вещи, которые взяли на прокат или просто у соседей. К нам еще приехали гости, которые пришли уже поздно. И вот сейчас родители сидят с ними, а я здесь убираю со стола все, что осталось. Какой-то, наверное, бессмысленный влог получился. Уже вечер, где-то 11 часов, точнее уже ночь. Все гости ушли, мы все дела закончили. Если честно, не было абсолютно ни минуты времени взять камеру, начать для вас снимать. Да и, наверное, не в тему было при таких мероприятиях просто снимать влоги. Но все равно то, что я сняла, наверное, загружу вам, чтобы вы посмотрели. Завтра постараюсь снять нормальный полноценный влог. Завтра я, наверное, буду уже выезжать в город. У меня очень много дел, связанных с банковскими какими-то делами. Контент нужно снимать, бумажные сюрпризы и так далее. И смысла моего здесь пребывания в принципе-то нет. Все мероприятия закончились. Поэтому, наверное, я уже потихоньку буду в город, а папа и дяди уже поедут в Россию. Саратова, не шут в Саратове. На этом буду закругляться. Спасибо огромное, что досмотрели этот влог. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Извиняюсь за такой непродуктивный, наверное, неинтересный влог. Но я буду исправляться.